Мы приезжали сюда уже в возрасте, не учили они иврит, да и не надо было. Дети могли все перевести, а потом стали появляться везде русские газеты, русское телевидение. Как правило, во всех магазинах обязательно кто-то есть, кто говорит по-русски. В общем, люди старшего возраста, ну, не выучили иврит, и поэтому люди, которые здесь по 25, по 30 лет живут, на библейском языке с трудом говорят или вообще не говорят. И вот в наших семьях иногда бывают такие забавные ситуации. Дети, которые здесь родились, ну, иврит это их родной язык уже, русский понимают, но стесняются на нем говорить, и акцент уже появился очень сильный или ошибки иногда допускают. Вот поэтому мы тут в наших русскоязычных семьях на таком языке говорим, я его называю иврус, смесь иврита и русского. Ну, вот, слышали, может быть, на Украине есть такой язык, суржик называется, смесь украинского и русского языка. Вот у нас такой вот есть иврус, то есть бабушки с дедушками говорят на русском, с внуками. Внуки его понимают, но отвечают им на иврите, так что такая вот тут у нас ситуация. Ну, вообще вот это...